МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа новости большого округа в студии Лилии Хайрулина. Смотрите прямо сейчас. Есть долг? На Красноармейском шоссе прошел рейд по выявлению должников. Прощай, милая школа! В 3-й гимназии в Ивантеевке вручили аттестаты. Золотой значок. Выпускники девятиклассники Пушкина отличились в ГТУ. Об этих и других новостях прямо сейчас. На регулярной основе в округе проводятся совместные рейды по выявлению должников. Сотрудники ГИБДД, судебные приставы и налоговые инспекторы проверили водителей на Красноармейском шоссе. Очередной рейд ГИБДД прошел 24 июня. Только в этот раз вместе с автоинспекторами на дежурстве были и судебные приставы с представителями налоговой. Так выявляли водителей должников на Красноармейском шоссе. Их ловили в общем потоке автомобилей. ДПС проверяет документы на машину. Далее мы уже по своей базе смотрим по фамилиям и отчеству и датам рождения. Является ли он должником. Если человек является все-таки должником, то что тогда? Мы составляем акт или также вызываем его на прием в Пушкинское отделение. Это регулярное мероприятие, в рамках которого судебные приставы пробивают должника по базе. Сначала сотрудник ГИБДД останавливает автомобиль. А дальше начинается процедура проверки. Для водителей это возможность узнать, не числятся ли за ними какие-либо долги. Я главный в основном инспектор с фамилией моей Агуси Вольгой Александровной. Работаю в воде в университетной задолженности. Когда вы сможете подъехать к нам, чтобы разобраться с вами с новым годом отражениями? Ну, на следующем году. Хорошо. Если выявлена задолженность, то выписывается постановление о явке к судебным приставам. А также возможен и арест автомобиля. Если долг большой, машина отправляется на штрафстоянку. Эти автомобили не конфискуют. Водитель может получить назад свой транспорт, когда оплатит долг. Если должник не оплатил задолженность по налогам и сборам, особенно по имущественным налогам, то мы выходим в налоговый орган и имеет право выйти в суд в сыскании задолженности. В соответствии с статьей 48 налогового кодекса. И потом, когда получает судебный приказ, он подъявляется в службу судебных приставов. Всего в этот раз было выявлено 4 должника. Судебным приставам и представителям налоговой часто приходится работать с автолюбителями. Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, необходимо знать о своих долгах и своевременно их оплачивать. Эту информацию можно проверить на портале госуслуг или на сайте Федеральной службы судебных приставов. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. В Подмосковье горячая пора для выпускников школ. Экзамены, поступления в высшее образовательное учреждение. Но волнение вчерашних учеников связано и с другим событием. Они навсегда покидают стены, в которых получали знания, дружили и взрослели. На этой неделе в округе в школах вручают аттестаты и проводят выпускные. Наша съемочная группа побывала на празднике в Третьей гимназии в Ивантеевке. Они замыкают круг и начинают новый. 11 лет пролетели, как один день. Было все. Но сейчас их, выпускников, захлестывают волнение и щемящее чувство, когда оставляешь позади что-то дорогое и важное. Сегодня в Третьей гимназии в Ивантеевке вручают аттестаты. Напутствуют вчерашних подопечных, директор Павел Розанов и классный руководитель 11-го А Георгий Нариманишвили. Вы сегодня все-таки красивы, счастливы, улыбаетесь. И самое главное, что я бы вам тогда хотел пожелать, чтобы в будущем, в жизни вы все так же оставались красивы, счастливы и все всегда встречали с улыбкой. Ведь школа вам подарила много эмоций и много положительных эмоций. Школа вам подарила первую любовь, школа вам подарила друзей, школа вам подарила и дала знания, которыми вы будете пользоваться всю жизнь. Улыбки не сходят с их лиц. Аттестаты получены. Время поблагодарить своих любимых учителей. Кто рассказывал, учил, помогал. Долгое время был рядом. И кто переживал за них во время ЕГЭ. Сегодня гимназия выпускает четверых медалистов. Мы шли вместе с учителями на медаль. И как бы они мне помогали, я им помогала. И поэтому мои старания окупились. И да, медаль была ожидаема. Я не знаю, кем я хочу быть в будущем. Но я знаю, на какую я специальность пойду. Скорее всего, это будет что-то связанное с языками. То, что этот этап закончился, это здорово. Новые возможности, новые какие-то скиллы, которые я могу развивать уже в дальнейшем. В целом, это очень здорово и интересно. У меня нет абсолютно никаких трудностей с поступлением. Поэтому ожидаемо. Аттестаты зрелости в третьей гимназии получили 32 выпускника. Впереди поступление, новая студенческая жизнь. Но это только завтра. А сегодня улыбки, гордость и радость. И еще несколько часов вместе со своей школьной семьей. Людмила Ермакова, Сергей Денисов, Мария Барсукова. Новости Большого округа. Выпускники-девятиклассники Пушкинской школы номер 9 получили сегодня вместе с аттестатом золотой знак отличия «Готов к труду и обороне». В Пушкино стартовала выдача золотых знаков отличия «Готов к труду и обороне» за первый квартал этого года. Их получит 301 человек. Сдача «ГТО» в округе проходила активно. Как правило, в Пушкинском каждый квартал сдают комплекс норм «ГТО» более полутора тысяч человек. В марте был большой наплыв. Бегали по снегу вокруг стадиона. И в зале очень было массово. Сдают очень много школ. Как обычно. Это с 6 и до 18 лет. Золотые знаки отличия «ГТО» выпускники получают вместе с аттестатом. Это уже традиция. Сегодня в Пушкинской школе номер 9 проходил выпускной у девятых классов. 15 человек получили в торжественной обстановке золотые знаки отличия «Готов к труду и обороне». Хочу поздравить вас с окончанием девяти классов. Все самое интересное у вас впереди. Хочу пожелать вам успехов в дальнейшей учебе. Не останавливайтесь. Берегите свое здоровье. И занимайтесь спортом. В пушкинских школах выпускникам выдавали золотые знаки отличия «Готов к труду и обороне» за четвертый квартал прошлого года. Сдача ГТО дает дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы. Это очень актуально для выпускников. Чтобы получить значок «Он бывает бронзовый, серебряный и золотой» нужно сдать определенное количество нормативов. Все подробности о сдаче ГТО можно узнать в Центре тестирования ГТО ФСК Пушкина. Евгения Коломийц, Владимир Парфенов, Яков Глэйзель. Новости Большого округа. Увидеть оснащение спецмашин, примерить на себя костюм пожарного и спасателя смогли воспитанники детского оздоровительного лагеря «Дружба». Там провели единый день безопасности. Это традиционное мероприятие, направленное на уменьшение травматизма среди детей. Надеть костюм спасателей и стать супергероем. Не вымышленным из Марвеловской вселенной, а настоящим спасающим жизни. Так ребята примерили на себя новые роли и узнали, что это за профессия – спасатель. 23 июня в лагере «Дружба» прошел единый день безопасности. В рамках него дети знакомились со спецтехникой. Это автомобиль, это универсальный автомобиль. В нем находится все, что необходимо для спасения людей. Почему? Потому что спасатель – это универсальный человек. В данный момент представлен гидравлический аварийно-спасательный инструмент, который ликвидирует и помогает нам работать в тех условиях, где невозможно справиться руками. Это перекусить металлические арматуры, отжать какие-то металлические части. Машину ГИБДД дети тоже облюбовали. Посидеть в ней мечтает далеко не каждый взрослый. Но для ребят это эмоции. Настоящая машина, но с которой можно поиграть. А главное – это помогает наладить контакт. После таких игр ребята уже не будут бояться людей в форме. И в случае опасности будут обращаться к ним. Мечту стать пожарным этим детям еще не поздно осуществить. Тем более, что они познакомились с оснащением автоцистерны и полазили по вышке. Мы попробовали, я не знаю, как это называется, но оказание первой помощи. Мы еще попробовали пожарных, как тут. Ну, очень интересно вообще. Профилактика несчастных случаев с детьми – основная цель единого дня безопасности. Начиная с мая месяца увеличиваются случаи детского травматизма. Как на дорогах – это самокаты, велосипеды, ролики. Так и на воде – купание без присмотра взрослых и в неположенных местах. Для того, чтобы при возникновении несчастного случая дети смогли сориентироваться и понимали, в какую службу позвонить, как позвать на помощь, как действовать в каких-либо определенных ситуациях. Детям рассказали, куда надо звонить в случае происшествия, как позвать на помощь. Единый день безопасности будет проведен в каждом детском лагере. Анастасия Спирина, Антон Орловский, Яков Глэйзер. Новости Большого округа. Капа-эйра, баскетбол, футбол и музыкальный баттл. В Пушкинском для молодежи устроили профессиональный праздник. Его провели во всех городах округа. О том, как он прошел в Ивантеевке – в нашем сюжете. Вот уже 64 года, как в нашей стране появилась традиция отмечать в июне День молодежи. Правда, сегодня стахановских рекордов никто не ставит и комсомольских слетов не устраивает. Но соревнования в честь праздника остались, хотя и осовременились. Так, например, на Ивантеевском стадионе труд провели показательные выступления по капаэре – боевому искусству родом из Бразилии. Поблизости работают площадки по баскетболу и футболу. Есть чем заняться и любителям бега. В честь праздника на стадионе организовали даже боулинг. А еще можно попробовать свои силы в дженге – игре, больше известной в России, как «Падающая башня». Ближе к вечеру празднование перемещается в городской парк культуры и отдыха. Здесь проводят музыкальный баттл и открытый микрофон. Выйти на сцену и спеть любимые песни может любой желающий, вне зависимости от возраста. В Ивантеевке праздник организовали представители Центра культуры и искусств имени Кекушева. Также День молодежи провели в Красноармейске и в Пушкино. Екатерина Дубровина, Александр Девкин, Сергей Денисов и Анна Белова. Новости Большого округа. И в завершении выпуска о погоде на 30 июня. В четверг в округе по-прежнему ясно и комфортно. Плюс 25 днем и плюс 15 ночью. Ветер северный до 4 метров в секунду. Напоминаю, что все наши сюжеты и материалы вы можете найти в соцсетях, во Вконтакте, в Одноклассниках и Телеграме. Также подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене. Кроме того, программа новости Большого округа выходит и на Рутубе. И на этом у меня все новости на сегодня. С вами была Лилия Хайрулина. Всего вам доброго и хороших новостей. Редактор субтитров А.Семкин